всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя сегодня мы поговорим про сегодня новое видео в моем на моем канале так скажем я планирую создать целый плейлист и это парфюмерные хотелки да 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 друзья сегодня я буду вам рассказывать про 5 ароматов я думаю что каждый раз будем брать по 5 да почему бы и нет ни слишком много ни слишком мало и я буду вам рассказывать почему я хочу знаю ли я знакома ли с этим ароматом или же это будет покупка вслепую все вам будут докладывать про ноты и так далее а вы свою очередь пишите знаете ли вы эти ароматы или может быть вы тоже хотите и возможно вы посоветуете или отговорите меня от их покупки в будущем итак начинаем мы с бренда comtua suit pacific и если честно друзья я этот бренд просто обожаю он точно также представлен в россии я знаю поэтому обязательно если вы любитель гурманских ароматов вам к ним определенно потому что у них на мой взгляд ну наверно если не самое лучше то одна из самых лучших гурман так сказать коллекции у меня уже довольно много если честно есть от этого бренда поэтому в хотелках у меня осталось не так и не так чтобы очень много их но они обязательны для приобретения и первый называется ваниль экстрим у меня есть они в travel формате да в туристическом так сказать я точно знаю это не будет покупку вслепую я точно знаю что я очень хочу это ванильный лактонный сладкий аромат здесь написано еще на у меня есть фрагрантика открыта русская что он пудровый я если честно не знаю мне кажется он никакой не пудровый но то что тот факт что он ванильный лактонные и сладкий это сто процентов ноты у него следующие ваниль сахар гелиотроп но вот гелиотроп да они поэтому пишут пудровый молоко ваниль молоко ваниль друзья это на самом деле не новый аромат у нас 2005 году вышел я его просто обожаю если вас податься на вкус если опять же вы любите гурманику вот именно в лучшем ее понимание в самом таком классическом прочтении это маскаев маскаевка говорится он очень теплым такой согревающий уютный он подходит на любое время год на мой взгляд вот я думаю что он в жару прекрасно раскрывается и точно так же он будет вас согревать и в холодное время года поэтому очень качественные ароматы присмотреться к этому парфюмерному дому это французский дом плюс друзья цены вас приятно удивят я видела какой-то обзор и да или даже пару а здесь у нас на канадской американской как сказать вот в комьюнити некоторым кажется что почему-то как с монталь что какие-то синтетические ноты присутствуют я вообще этого не ощущаю точно так же как с монталь и общему мой нос этого не улавливать совершенно никакой синтетики для меня там нет а чисто вот такой вот классический очень вкусный гурманский аромат у меня есть и всякие разные от них именно там я уже не помню даже какие но вот этот вот ваниль экстрим следующий списке следующий список и так это была хотелка номер один дальше продолжаем говорить про ванильные ароматы в этот раз это монталь до монталь у меня нет ни одного монталь а пока еще но в списке есть несколько и это тоже я пробовала он называется sweet ванила на фрагрантике написано что-то ванильный пудровый фруктовый сладкий лактонный вы чувствуете сходство это очень похожи ароматы но у монталь естественно намного дольше стойкость за это я их и люблю они очень стойки буквально пару пшиков и вы в порядке до самого вечера до того как вы помоетесь плюс друзья монталь на самом деле они не очень дорого стоят и учитывая стоимость стойкость качество аромата для меня никакой синтетики там нет опять же повторюсь я считаю что это прям вы мин как говорится да по всем фронтам мы выигрываем и так ну-ка давайте посмотрим какого это года аромат на самом деле 2015 то есть он не такой уж и старенький до ноты всего 2 ваниль и абрикос говоря про этот аромат я вам хочу сказать что если допустим камту а суд пассифик они дешевле стоят поэтому друзья если вы все эти все таки ва для вас монталь немножко дороговато это вообще понятно можно понять абсолютно то присмотритесь к камту а суд пассифик у них есть аромат под названием ваниль абрикос пахнет также так вот так же пахнет примерно это же там ноты ваниль и абрикос поэтому друзья причем тот аромат от камту а суд пассифик вот этот вот его брат близнец то скажем тот дико дико популярен среди знаменитостей и я знаю что это был или сейчас является или был или может быть я не знаю насколько эта информация аптудейт как говорится своевременно современно но у камерон диас это был любимый аромат вот этот вот ваниль абрикоса от камту а суд пассифик он у меня есть так что вот цвет ванила от монталь сто процентов нужна я ее выслеживаю и я смотрю ее чтобы по скидке было и и очень долго нет в наличии если честно поэтому я ее жду я ее жду и как только она появится я ее себя приобрету в прям вот в большом желательно 100 миллилитров формате так что вот и это будет мой на 1 1 1 манталь потому что ни одного у меня нет ни одного у меня нет так но его я пробовала я точно знаю что он отличный дальше двигаемся следующий аромат номер три от бренда olfactive studio тоже ничего у меня совершенно нет от этой фирмы вот мне очень нравится их стиль оформления флаконов они такие прям контемпорали да то есть какие необычные такие как инди как-то это все выглядит мне нравится то есть не стандартный неординарный подход это раз во вторых этот аромат называется still life я уверена вы наверняка про него слышали если вы вращаетесь опять же в парфюмерной теме это популярный аромат но не путайте его с еще одним это уже фланкер который still life in rio он называется тот гораздо более лимонный то есть они туда такую дозу лимонов просто целую корзину вывалили и он немножечко как бы он не нравится гораздо меньше чем вот этот который называется просто still life великолепнейший аромат вот здесь написано основные аккорды цитрусовый свежий пряный зеленый мягкий пряный сладкий фужерный древесный горький цветочный ромовый если это отзывается в вашем сердце и давайте посмотрим значит это 2011 года аромат ну уже довольно он такой уже поживший до ноты юзу и вообще обожаю когда вот такие цитрусовые ноты вот такие вот особенно необычные юзу да основном это всегда бергамот тут юзу дальше розовый перец элами черный перец сычуанский перец гальбану звездчатый анис ром вирджинский кедр и амбра обожаю ароматы с алкоголем это раз но этот аромат ощущение про алкоголь если честно он такой цитрусовый взрыв он просто идеально подойдет на лето идеально подойдет на лет он такой освежающий такой замечательном такой радостный друзья что если опять же вам нравится вот такие вот освежающие летние цитрусовые ароматы я знаю что если не любители которые вообще цитрусы не любят тогда это точно не ваш вариант но у меня вообще-то вкус я знаете что заметила он такой довольно разнообразно то есть вот мне гурманские очень нравится ванильные на это вообще стопроцентно мой топ и обожаю что вот такие всякие цитрусовые свежий аромат и потом без угостана мне раз таки темные ароматы табак ром оля да оля там всякие вишневые кстати обожаю короче советуйте мне советуйте мне если у вас на вкусов совпадает это супер так что вот стил life тоже я за ним слежу он как бы был в стоке я вот тогда не купила и теперь уже его в стоке очень долгое время нет я насторожена и очень жду чтобы он появился уже наконец-то потому что это маст хэб обязательно он мне нужен обязательно нужен очень хороший стойкий качественный и ничего у меня от этой фирмы не имеется в моей коллекции поэтому вот дальше идем дальше аромат номер четыре от бренда для артизан парфюмер еще один бренд не присутствующий моей коллекции пока вот этот я хочу 1 вариант от них он называется фоу депсент я не знаю как это по-французски прочитаться вот так вот да древесный свежий пряный фужерный теплый пряный хвойный амбровый бальзамический мягкий пряный анисовые пудровые это основные аккорды и давайте посмотрим вас в 2006 году он был сделан уже такой ноты полынь ангелика черная смородина звездчатая анис мускатный орех гвоздика имбирь перец пачули иглы сосны пихтовый или пихтовый бальзам и ладан вы чувствуете вы видите какие ноты интересны сколько их и вы уже по нотам можете догадаться насколько это интересные необычные очень такой свежий и в то же время вот такой вот нож колесной какой-то вариант нота полыни она не 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 часто встречается я часто вижу и слышу что люди ищут ароматы аромат именно с ноты полыни вот он друзья вот он очень такой он как бы вот опять же по по нотам вы можете видеть что он полон всяких специй до специи но для меня он в первую очередь вот такой какой-то абсцентно освежающий вот я такие ароматы просто обожаю я его когда первый раз понюхала у меня пробничек есть маленький я сразу поняла что влюбилась с первого нюха с первого нюха и опять же долго я вообще не видела чтобы он по нету он точно так же как вот предыдущий он появлялся я его не успела купить и теперь его долго долго уже нет наличия к сожалению на самом деле вот этот бренд он недорого стоит это же такой нишевый классный дом я знаю что у них еще один есть аромат популярный что-то там про лето напишите если он у вас и как он вам потому что по описанию мне кажется мне понравится что-то про сено про летом деревне у бабушки так далее вот поэтому дайте знать и вот значит вот этот очень-очень мне хочется он очень обычный аромат и качественный и все такое так и последний но не в последнюю очередь друзья срочно дайте мне знать знакомы ли вы с брендом ателье des ors дело в том что я никогда не слышу чтобы в на в русском комьюнити парфюмерном кто-то о нем говорил ни разу такого не было и я удивлена потому что здесь это супер популярный бренд он нишу он очень дорого стоит вот дорогой да вот дорогой но он очень качественный как бы вы бутылки вот на только на бутылочки посмотрите там короче говоря бутылки плавают хлопья 20 ну насколько знает 24 карат золота вот этих хлопья короче там падает вы его трясете потом вы все на себя брызгайте и покрываетесь не только ароматом но еще и золотым покрытием 24 карата короче друзья аромат который я очень-очень хочу называться лунфилин это по моему что-то какая-то лунная кошка переводится и это самый их популярный бестселлер аромат он ванильный сразу вам говорю итак основные аккорды амбровый теплый пряный бальзамический древесный ванильный пудровый коричный это слово корица видео фужерный мускусный мягкий пряный ну одна одна только одна презентация произведение скоса 2015 году он выпущен известным парфюмерами сбросим мариса ломан и ноты следующие кардамон корица розовый перец серая амбра древесные ноты стиракс кедр зеленые ноты ваниль перуанский бальзам и мускус опять же обожаю кардамон в парфюмерии обожаю специи это только интересности придает я знаю по отзывам и потому что я слышала вообще проект аромат что это дымная ваниль и для кого-то этот дым с перебором то есть они не могут даже его как бы переваривать настолько это дымный аромат я дымный аромат обожаю особенно это ваниль на дымные да пожалуйста возьмите девушку карту принимаете вот поэтому это маст хэв он периодически появляется в стоке потом его очень довольно быстро распродают так как это супер популярный вариант и потом снова завозят и он стал дороже я заметила то есть если раньше он и так-то дорого стоит сейчас он стал еще дороже я кстати говоря эту тенденцию вижу не только с этим брендом еще tom ford подорожал подорожал килин и самые дорогие без того самые дорогие бренды и ароматы стали еще дороже друзья но вот куда это вот потолок то есть какой-то там или нет хэллоу ку-ку как говорится да кто-нибудь есть дома вот кстати tom ford бренд продается если вы заинтересованы недорого отдают 3-4 миллиона долларов так все вроде бы 5 ароматов вам рассказала у меня очень длинный вышлист большой длинный поэтому таких видео будет много не переживайте плюс у меня еще скоро уже за два месяца приобретения новых парфюмов покупки да будут поэтому оставайтесь даже за идеальной компании и срочно мне дайте знать что-то у вас есть из этого что-то бы вы хотели и все вроде бы на этом будем прощаться обожаю говорить про парфюм и слушать ваше мнение точно так же поэтому увидимся всего хорошего пока пока